Ассортимент выпускаемых минеральных удобрений компании FUSAGRA постоянно расширяется. Это позволяет формировать новые современные эффективные системы минерального питания для различных сельскохозяйственных культур. Мы испытываем их на агрополигонах по всей стране. И сегодня мы находимся на одном из них, который расположился в Чернянке Белгородской области. Здесь мы будем испытывать систему минерального питания на основе как гранулированных удобрений, так и жидких. О том, в каких условиях проводятся наши эксперименты, расскажет Дмитрий Владимирович Дубинин. Климат Чернянского района Белгородской области, где мы с вами сейчас находимся, характеризуется как умеренно континентальный, с мягкой зимой, оттеплями, снегопадами и с ярко выраженными засушливыми периодами. Среднегодовая температура 6,2 градуса Цельсия. Сумма активных температур выше 10 градусов от 2750 до 2900. Сумма осадков за год около 500 мм, а за веетационный период около 290 мм. Гидротермический коэффициент равняется от 0,9 до 1,2. Веетационный период составляет от 148 до 153 суток. При всей своей почвенно-климатической привлекательности в регионе все чаще наблюдаются и засушливые периоды, снижающие урожайность культур и подталкивающие аграриев переходить на применение комплексных удобрений в допосевной и припосевной период и применять жидкие комплексные удобрения в подкормках по вегетации. У компании FUSAgro Белгород в непосредственной близости к базе хранения минеральных удобрений Чернянка расположено собственное поле, которое с 2019 года используется в научно-опытной практической демонстрационной работе. Характеристика почвы участка следующая. Это чернозем выщелочный среднесуглинистый, с содержанием гумуса 3,4%, уровень pH почвы 4,7%, с содержанием подвижных форм фосфора 4,2 мг на килограмм и калия 9,4 мг на килограмм. Пахотные почвы Белгородской области исторически характеризуются как почвы с недостаточным содержанием микроэлементов. И аграрии, решая данную проблему, применяют всевозможные листовые подкормки у себя в технологиях. Компания FOSAgro продвигает принципы сбалансированного питания растений, пропагандирует применение комплексных удобрений с микроэлементами в одной грануле до 8 питательных элементов. И поэтому для наглядного решения данной проблемы в 2021 году заложили многолетний опыт с применением комплексных удобрений с цинком и бором для наглядного сравнения этих двух фонов питания. Весной 2021 года на нашем опытном поле мы посеяли кукурузу двух гибридов селекции компании КВС. По предшественнику подсолнечник изложили более 80 вариантов опытов подкормок кукурузы. В качестве стандартных марок были приняты популярные в регионе азотные удобрения аммиачная, селитра и карбамид. В качестве тестовых вариантов использовали сульфат аммония, жидкие комплексные удобрения и сульфат магния. Подкормки проводили двумя способами. Внесением в почву совместно с культивацией, разбрасыванием по поверхности без заделки в почву и опрыскиванием по листу. Все это проводилось в несколько фаз роста и развития кукурузы. Все листовые подкормки проводились из расчета 200-250 литров на гектар нормы вылива рабочего раствора. Жидкие комплексные удобрения внутри почвены вносились концентрированными. При листовых подкормках вносили разбавлением с водой в соотношении 1 к 4.